Всем приветик, друзья, с вами Леар. Мы играем в офигенную карту, которая называется Pillage. Обычно мы играем за хороших парней. Например, защищаем свое королевство от грабителей, от варваров. А здесь все наоборот. Мы играем за этих самых варваров и пытаемся разорить королевство людей. Притом, карта построена очень интересно. Сначала мы выбираем зону, на которой мы появимся. Допустим, вот есть зона первая, зона вторая, зона третья, зона четвертая. Но лучше выбирать какую-то из этих. Допустим, давайте выберем вторую зону. Это зона нашего появления, зона нашего лагеря. И вот теперь мы выбираем героя, то есть нашего с вами полководца. Есть вот такой вот барон стир, лидер орды, чемпион орды есть, темный геральт и бегемот. Ну, в смысле здоровяк. Вот такие вот есть герои. То есть, как бы всадник есть на коне. Такой здоровый парень. Это, я так понимаю, волшебник. Вот у них еще предметы есть. И вообще, самый-самый здоровый парень. Но это если вкратце... Вкратце описать этих героев орды. То есть, мы как бы играем за викингов, за варваров, которые разоряют королевство. Допустим, давайте выберем этого колдуна. Все-таки он колдун. А колдуном играть всегда интересно. И вот смотрите. Вот как бы та самая карта, на которой мы появляемся. Вот мы появились здесь. Если бы, допустим, мы выбрали первую точку, мы появились бы в каком-нибудь другом месте. Например, где-нибудь тут или тут. Не знаю. Как видите, мы не можем атаковать. Сражения происходят в других местах. У нас есть режим Кэмп. То есть, мы можем основать лагерь. И вот наш лагерь. В лагере мы можем улучшать наше главное здание. Делать постройки. И нанимать войска. То есть, как бы... Есть большая карта, А есть мини-карта, на которой происходят все сражения. И в которой мы строим здание и нанимаем армию. На глобальной карте у нас как бы есть наш герой. Вместе с которым передвигается армия. И который нападает на... Города. Примерно так же, как в игре Total War. Вот наш герой. У него есть способность... Absorb Souls. И можно еще что-нибудь выбрать. Так, вызов скелетона. Вот это и... Вот это. Я не думаю, что вызов скелетона на первом уровне будет полезен. Давайте вот это, что ли, выберем. Вот наша начальная армия. У нас есть охотник, который тоже как бы может вызывать... Собаку. Как бы есть охотничья собака, охотник. Есть обычные бойцы. Вот такие вот райдеры. То есть налетчики. Которые могут сетку кидать. Могут укрываться за щитом и использовать способность грабеж. Если все это прокачать. Но для того, чтобы прокачать все способности, нам надо делать постройки. У нас есть 1600 ресурсов. Допустим, мы сейчас можем прокачать магазин, воркшоп. И... Лагерь бандитов. Давайте так и сделаем. И у нас будет 1000. Вот видите, у нас чуть побольше зданий. Здесь уже мы можем, допустим, грабеж прокачивать. Отравленное оружие. В общем, делать улучшения в воркшопе. И сейчас улучшится грабеж. Здесь же мы можем улучшать... Вернее, не улучшать, а нанимать других юнитов. Например, пехотинцев. Лучников. Тут написано лучница. Тут немного ошибочка. Ну вот, как бы обычный лучник. Также лишних юнитов, если что, можно убивать. Но я пока что вам рассказываю. Как можно нанимать армию. А бой я чуть позже расскажу. Дезертир. Это то есть, кто покинул королевство и перешел на нашу сторону. Давайте всех наймем по одному. Чтобы интереснее было. Вот обычный райдер и копейщик. Вот такие у нас юниты. Мне желательно, конечно, выделить... Выделить их в один стак. Вот, всех, кто в ближнем бою сражается. А всех, кто в дальнем. Другой стак. Кстати, эти охотники, они еще умеют отравлять. Отравленное оружие тоже желательно прокачать. Тут еще, видите, у них другие иконки. И у нас остается 700. 700 мы можем потратить на апгрейд главного здания. Сейчас мы его прокачаем. И сможем нанимать новых юнитов. То есть, мы делаем другой тир уже. Допустим, давайте еще сделаем отравленное оружие, чтобы отравлять противников. И, видите, у нас появилось еще одно здание, которое потом тоже можно будет превратить, например, в Хантерс Хатт. Или Рескью Хатт. То есть, как бы, делая вот эти улучшения, мы укрепляем свой лагерь. Также здесь теперь можно нанимать воина и арбалетчика. Наймем их. Здесь можно райдера. И метателя топоров. А тут теперь появился рыцарь. Но я считаю, что нам надо броню. Дело есть. Что прикажете? Чего надо? Ага. Куда пойдем? Исследование завершено. Что-то не так. Что прикажете? Что прикажете? Дело есть. Да, ваше сельство. Да. Куда пойдем? Как скажете. Вот. А нажимая вот эту кнопочку, мы сворачиваем свой лагерь. И, как бы, перемещаемся на глобальную карту. Теперь же мы можем, допустим, вот так вот ходить. И искать вражеские деревушки. Например, видите, есть большие королевства. Типа вот таких вот замков. А есть маленькие. Типа каких-нибудь там поселков. Или вот башен. Вот на них-то мы должны нападать. Нападать и стараться их уничтожить. Также есть союзные. Вот, барбарианс. Заходим в союзную деревушку. И здесь можно что-нибудь получить. Например, купить разные предметы. То есть это, как бы, наши союзники. Грабители, которые обосновались где-то в лесу. Тут вот тоже есть герой такой же, как у нас. Давайте зайдем сюда, посмотрим, что тут. Вот здесь еще. Продавец. Тут продается целебное зелье. Ну, в общем, стандартные предметы. Я к вашим услугам. Это все для боя. Я бы в дальнейшем купил маску Соби. Потому что мы все-таки играем за колдуна. Всякие чемпионы. Видите, тут арена какая-то есть. То есть карта визуально сделана очень даже хорошо. Красиво сделана. Но сейчас я вам еще покажу ее в плане боя. И в плане боя она вам тоже должна понравиться. Что-то не так. В общем, давайте выйдем отсюда. Чтобы отсюда выйти, надо вот в эту область попасть. Она тут даже отмечена, вот. Этими рунами. Все. Мы ее покинули. И теперь давайте постараемся напасть. Например, вот на... Вот эту башенку. Чтобы атаковать, надо... Ай. Он стреляет по мне. Я думал, что эта башенка не будет меня атаковать. Я, если честно, не знал то, что она атакует. Тут еще, видите, уровень написан. Гуд-гуд. Гуд. Вот эти вот башни, они, короче, наносят нам урон. А я думал, что на них тоже можно нападать. Мне кажется, если я сейчас, наверное, на вот такое вот огромное королевство нападу, то и я проиграю. А проиграю, потому что... Ну, потому что у меня еще маленькая армия, и герой-то у меня непрокачанный. Вот поэтому. И мне надо что-то слабенькое найти. Тут гуд-гуд. Есть что-то... Ладно, в общем, нападаем, давайте-ка. Нападаем вот на это тогда. Просто знаете, когда у тебя слабая армия, нападать вот на такой замок... Поехали. В общем, нажимаем эту кнопочку и пытаемся напасть. Вот вражеский замок. Вот так вот он выглядит. У противника есть вот такие башни. Которые могут нас с легкостью расстрелять. То есть, чтобы нам победить... Чтобы нам победить, нам надо... Очень аккуратно играть. Максимально использовать все тактические преимущества, которые у нас есть. Если что, мы можем отступить, конечно же. Это не так. У нас есть варианты напасть прямо в лоб. То есть, сразу же пойти вот сюда, на стену. Есть варианты пойти через лес. Например, разграбить сначала лесопилку. То есть, видите, мы управляем своей армией так, как хотим. То есть, вот вражеский замок. Как бы вы пошли? Я думаю, мы бы сначала атаковали лесопилку, потому что она совсем не защищена. Нет никаких башен. В принципе, очень даже хорошая идея. Пойдемте сюда. Здесь всего лишь один. Рабочий. И плюс 200. Мы получили. Также мы можем пройти через лес. И напасть на еще одну лесопилку. Но проблема в том, что рядом с ней уже есть башенка, которая по нам будет стрелять. Кстати, если что, камеру можно опустить. Или наоборот поднять, написав CAM3000. Или CAM2000. Ну или просто вот так сделать. Колесиком. А потом просто вот так вот пишешь. Но все же лучше чуть повыше сделать. Чтобы увидеть армию противника. Теперь давайте постараемся напасть вот на это место. Потому что тут какие-то шахты. И мне кажется, тут поменьше будет противников, чем вот здесь. Если что, мы отступим. Желательно бойцов вообще не терять. Потому что если мы кого-то потеряем, то это очень плохо. Давайте героям сначала пойдем. У героя довольно много хп. Постараемся что-нибудь скастовать. Вот эта вот способность, например. Не знаю, на какое расстояние стреляют эти способности. И на какое расстояние стреляют эти башни. Но пока что я врагов не наблюдаю. Решающий выбор. Точно. Разумно. Точно. 700. А мы на 600. Кстати, мы можем на холмик забраться. И вот так вот допустим обойти их. Да, сейчас. Точно. Тут видите, у них есть тоже грабители. Аларм Тауэр. Я к вашим услугам. Да, сейчас. Давайте-ка вообще с этой стороны на них нападем. С середины. Я к вашим услугам. Я размышлял. Опа, они сагрились. Точно. Что прикажете? Дело есть. Ой-ой-ой. Там вот рыцари у них какие-то пошли. Что-то не так. А, это я на своих использую. Я понял, короче, это я. Все, я понял, как это работает. И походу мы проигрываем. Так, чуть-чуть отступим. Что-то не так. Решающий выбор. А-а-а. Что-то не так. Точно. Так, эй, вот видите, это все, что осталось от моей армии. Довольно плохо. Точно. Точно. Решающий выбор. Разумно. Решающий выбор. Разумно. Решающий выбор. Да, сейчас. Разумно. Кстати, если героя убьют, его можно будет воскресить. Разумно. Решающий выбор. Точно. Да, сейчас. Получай. Регенчик у нас довольно большой, кстати. Я к вашим услугам. Решающий выбор. Нам еще желательно вот эти вот башенки сейчас уничтожить. То есть, видите, мы пограбили противника, ей можем как бы отойти. Да, сейчас. Нам не обязательно его полностью уничтожать. Я думаю, он отвлечется на него. Я размышлял. Точно. Меня звали. Я к вашим услугам. Получай. Что-то не так. Я к вашим услугам. Чего надо? Меня звали. Да, сейчас. Гори в огне. Во имя короля мертвых. Я к вашим услугам. Гори в огне. Меня звали. Решающий выбор. Точно. Бронику им снимем. Так, этот бегает за моим героем. Это плохо. Решающий выбор. Да, сейчас. Разумно. Да, сейчас. Самое главное, что мы получаем кучу ресурсов за счет того, что они атакуют. 200, вы посмотрите. Мы еще их разграбили. Вот здесь вот у них тоже еще солдаты будут стоять. Я к вашим услугам. Я размышляю. Так, отходим. Так, этот один мой погиб. Меня звали. Меня звали. И в принципе. Героя прокачали. Меня звали. Дело есть. Что-то не так. Да, сейчас. Сейчас. Эй, пускай они у меня тут все грабят. Потом можно будет нанять более сильную армию. Состоящую из рыцарей, например. Решающий выбор. Еще плюс 200. Я не знаю, стоит ли мне нападать сейчас на этих, потому что тут тоже будет вражеская армия. Меня звали. Пускай вот это вот ломают эти. Что-то не так. Так, эти пускай сюда идут. Так и сделаю. Да, сейчас. Решающий выбор. Тут казармы стоят, а тут куча башен. Точно. Вот видите, как много всего мы получаем, уничтожая их. А там у них герои, кстати, еще. То есть, карта довольно долгая. То есть, этих как бы мы смогли уничтожить. Нападать на этих уже как бы не стоит. Вон там эти побежали. На меня. О, видите? У них тут армия мощная какая. Сейчас. Что-то не так. Меня звали. Я к вашим услугам. Меня звали. Вот теперь уже скелетики нам могут понадобиться. Так, давайте-ка покинем это место и наймем более сильную армию. Выбор. Точно. А, я покинуть-то не могу сейчас. Да. Чтобы ее покинуть, надо вот это нажать. Да. То есть, видите? Он постепенно восстанавливается. Я к вашим услугам. Так, нанимаем юнитов пожестче. Можно рыцарей. Давайте рыцаря, допустим, одного. А можно, конечно, еще прокачать. Но если я еще прокачаю, то... То. Все будет очень плохо. Тут есть рейнджеры. Мамонт есть. Давайте рыцаря. У рыцаря есть способность чардж. Но его нельзя прокачивать. Нам, по сути, нужны рейдеры. Давайте опять всяких там воинов наймем. Дезертиров. Эй, нам надо... Знаете что? Вот это вот. Вот это вот сейчас еще построим. Так. Райдер это, короче, тоже всадник, только на коне. Звали. Чего? Я размышлял. Куда пойдем? Решающий выдел и есть. Райдеры, в принципе, хорошие юниты. Не называйте, что нужно. Они примерно как рыцари. А сколько они стоят? 140. Рыцари. На 50 больше, но можно кучу райдеров. Тогда. И давайте еще двух арбалетчиков тогда. Ладно, не будем арбалетчиков. Хотя... Чего надо? Ваша светлость? Что нужно? Да. Чего надо? Делаем? Что-то не так. Я размышлял. Да, милон. Ты. Прибережем эти деньги, короче. Вот, которые сейчас у меня есть. Так, выходим. И, значит, видите, все тут снова восстановилось. Можно снова на это нападать. На это снова можно нападать. Но, по сути, эти уже не отстроились. Что-то не так. Я их уже уничтожил. Что прикажете? Меня звали. Решающий выбор. Сейчас давайте сюда сходим. Нашим некромантом. Проверим. Да, вот видите, здесь ничего нет. Мне кажется, если нападать на это место, то желательно... Так, я даже не знаю, с какой стороны. Ну, давайте с этой тогда нападем. Тут вроде бы ворота, они закрыты. Хотя я не знаю, откроются они или нет. Проверим. Сейчас, только скажи. Я к вашим услугам. Решающий выбор. Точно. Разумно. Я размышлял. Точно. Что нужно? Что-то не так. Вот и хорошо. То есть, охрану мы перебили. Охрану заманили. Охрану заманили. Что-то не так. Меня звали. Что нужно? Я размышлял. Ого. Что меня звали. Вы видели у них там еще и катапульта? Я к вашим услугам. Меня звали. Мне от ворота просто так не сломаешь. Как видите, ворота долго ломаются. Окей, я понял. Значит. Я к вашим услугам. Что-то не так. Все. Нету нас уже. Разумно. Ого. Вперед. Так, этот пускай там тогда сидит. Меня свалить. Я ж плял. Чего надо? Да. Только скажи. Не проблем. Меня свалить. Решающий выбор. Я размышлял. Что нужно? Чего надо? Так, там тоже. Смотрите, там тоже. Катапульта. О, нифига себе. О, они там по своей этой бьют. Так, а у них герой есть хороший. Ладно. Я размышлял. Точно. Ерунда. Не проблема. Эй, как-то быстро у него это проходит. Что-то не так. Говори, боже. Ир не окрашен услугой. Решающий выбор. Что нужно? Я размышлял. Говори, боже. Куда пойдем? Так и сделаю. Только скажи. Что-то не так. Кого убить? Сейчас, короче, герой-то у них убьем. Куда пойдем? Все, что вы желаете. Угу, хорошо. Что нужно? Не проблема. Я размышлял. Меня свали. Ладно скажи. Ерунда. Что нужно? Что-то не так. Меня свали. Я прошу услугам. Кого убить? Что-то не так. Куда пойдем? Я к вашим услугам. Так, мы его убили, героя. И теперь смотрите, как можно хитро сделать. Можно отступить. Эти отступили. Что-то не так. Или нет, не отступили. Почему мы остались тут? Сейчас. Меня свали. Где у меня герой там? Скажи. Ерунда. Я к вашим услугам. Говори, боже. Точно. Теперь делаем так. Вся наша армия исцелена. Видите, да? Снова выходим. И снова нападаем. На противника. То есть видите, теперь мы уже исцелены. Полностью. Наши войска как бы исцелились. Переждали. Точнее не переждали, а затянули раны. И снова решили напасть на этот город. Так, сейчас мы их обойдем. То есть в эту карту можно играть очень долго. Что нужно? Чего надо? Вперед! Что-то не так. И притом. Притом. Это я лишь один город только атакую. А, герой-то у них воскрешается. Вот че. Герой-то у них воскресился. Кого убить? Только скажи. Что-то не так. Что нужно? Не проблема. Твори, вождь. Я к вашим услугам. Меня звали. Только скажи. Я размышляю. Говори, вождь. Что-то не так. Куда пойдем? Что нужно? Только скажи. Я к вашим услугам. Говори, вождь. Меня звали. Только скажи. Я к вашим услугам. Вот это вот надо срочно сломать. Только скажи. Что-то не так. Ой-ой-ой-ой. Назад. Меня звали. Только скажи. Что-то не так. Эту катапульту сломали, а тут-то видели, че произошло? Да. Разумно. Да. Сейчас. Что нужно? Что нужно? Я размышлял. Уничтожить. Что-то не так. Получай. Точно. Да. Сейчас. Я к вашим услугам. Давайте отходим. Точно. Отступим. Исцелиемся. Можно будет даже нанять еще рыцаря. А лучше не рыцаря, а райдеры. И снова нападаем. Что нужно? То есть видите, очень сложно. Я размышлял. То есть в эту карту можно долго играть. И она классная. То есть этот город мы разграбим. Ограбить этот город будет довольно тяжело. По той причине, что как бы сама эта цитадель стреляет. И башни отстреливаются. Нам придется нападать на него много раз. Зато когда мы его уничтожим, у нас будет огромнейшее преимущество. Я размышлял. Мы прокачаем свои войска. Герой у нас будет прокаченный. У них герой тут постоянно воскрешается. Конечно, это плохо. За край мертвых. Кого убить? Я размышлял. Решающий выбор. Куда пойдем? Гариба. Да. Плюс он еще и прокачивается. Гариба. 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 Взять. Его. Что-то не так. Я к вашему слову. Я размышлял. Решающий выбор. Разумно. Решающий выбор. Так, это немного не так наносится, но да ладно. Иртиу. В общем, такое вот название города Иртиу. Сейчас мне надо... Вот это вот место уничтожить. Но как мне это уничтожать? Я не знаю. Вот видите, он очень много-много наносит урона. Мне проще сначала сломать... Эти... Эти вот... Ворота. А вообще, знаете, проще как сделать? Уйти от этого города. Просто свалить. И пойти атаковать другой. Реально, почему бы нет? То есть, он так мощно стреляет, что я просто не могу ничего с ним делать. Так, давайте сюда сходим. Решающий выбор. Разумно. Точно. Где-то здесь, вроде бы, можно было покупать... Дерево. Или оно не здесь... Попается. Не помню. Просто я помню, можно было где-то дерево менять на золото. Золото. Я к вашим услугам. Решающий выбор. Сейчас это улучшим. Потом надо это улучшить. И я как бы могу вот этого вот хиллера делать. Хиллер-то мне особо и не нужен. Ладно, давайте покидаем это место. Я к вашим услугам. Есть еще вот такой вот... Замок. Сейчас. Тут башня. Давайте нападем вот на этот. Ресурсы уже закончились. Здесь вот ресурсы еще есть. Разумно. А я не могу сюда напасть. Нас сюда не пускают. Тут порт. Как его открыть? Да, сейчас. Точно. Давайте тогда вот сюда нападем. Разумно. И опсик у меня почему-то произошел вылет. Именно в тот момент, когда я атаковал тот город. Не знаю почему. Ладно, давайте так. Сейчас проверим еще одного героя и на этом закруглимся. Я думаю, вы поняли смысл карты и насколько она классная. То есть играть в нее можно довольно долго. Сразу же, с первой же минуты, ты город вражеский не захватишь. Потому что это тяжело. Армия у тебя как бы слабая. Я вроде бы начал со второй зоны. Давайте начнем с первой. И возьмем какого-нибудь. Вот это вот, в общем, короче, не предметы. Это и способности героев показаны. Они здесь изображены как предметы, но на самом деле это способности. Вот, допустим, у этого есть рейдж, критический удар. Парирование. Тоже пассивка. Вот это вот у нас пассивный герой. И вот эти вот у нас все герои, они как бы герои ближнего боя. Вот это вот один дальнего. У этого аура. Варкрай. И вот это вот хорошая способность Доктора Оффленд. Давайте его выберем. Он будет лечить. А, вот. Сразу же здесь мы начинаем это однерочка. И у нас 600. 600, 600. А что на 600-то купить можно? А, кстати, он может волка вызывать. Интересно. То есть у него постоянно есть армия. Армия из двух волков. Ну хорошо. Эй, мне кажется. Или у него больше выбор. Выбор в зданиях. Вроде не кажется, а может и кажется. Так, что выберем? Боевый крик, ауру. Давайте пока что ауру. Потом уже лечилку. Эй, нам нужна армия сейчас хорошая. Армию мы сможем нанять. Давайте вот через это будем нанимать. Куда пойдем? Стрелков-то у нас всего лишь... Чего? Всего ничего. Сейчас чуть-чуть поиграем и закончим. То есть я этих даже не могу. Покупать. Воркшоп. Наймем. Постройки еще как бы здесь вот изображаются в виде рабочих. Эй, давайте грабеж. Грабеж все-таки вещь полезная. Без него никак. Зря я, конечно, вот это построил. Я думал, мы тут кого-нибудь сможем купить. Поверьте, нельзя. Нельзя. Если тут у каждого героя разные пути развития, то это довольно интересно еще будет. Ну что ж, давайте нападем вот на этот городок. Так, и что мы видим? Город неплохо так защищен. Наверное, защищен-то он плохо, это не клепость. Но на него будет сложно нападать. По той причине, что... Тут, видите, сразу же две башни стоят. Две башни казармы. И армия-то вражеская вся здесь будет стоять. То есть нам можно просто вот это разграбить и убежать. Не обязательно драться. То есть, видите, смысл игры в том, что нам не обязательно захватывать город целиком. Мы можем просто захватить золото и уйти. И пойти уже на другой. Вот видите, сейчас у них крадем ресурсики. Но можно, конечно, попробовать. Вторая эта шахта у них вот здесь. Я не думаю, что у нас получится вот так вот через верх пройти и прямо своровать ресурсы. Это будет немного странно. А, кстати, смотрите, какой еще есть вариант. Пройти через лес вот здесь вот. Если башня нас не заметит, то мы с тыла сможем зайти. Давайте вот так вот встанем, а я героям попробую пробежать. Он у нас довольно быстрый, как Дэдк Найт. А, тут нельзя пройти, тут чисто конец карты. И я просто думал, тут играбельная зона. Нам нужно торопиться. Но нет. Неиграбельная. Доверять можно только людям. Прекрасно. Да-да. Я займусь этим. Ну и здесь, видите, тоже не пройти. То есть, я говорил, тут только в лоб. Вот. Не очень удобное, конечно, расположение города. Только в лоб. Прекрасно. А как тут у них? Ну можно с помощью волков их подманить. Давайте так и сделаем. Сейчас все ими сюда встанем. У нас есть кто-то, кто сеточку-то кидает. Нам нужно торопиться. Вот хорошо. Хорошо. Что? Заверять можно только людям. Что прикажете? А-а-а. Боже. Ненавижу глупцов. Человечество опасности. Кого убить? Чего надо? Чего? Ненавижу глупцов. Дело есть. Отойди, отойди Откуда? Не надо нам с ними драться Но пока что армия у них такая Бичманская Так, отойдем Отойдем А, это я типа Это я сам Лечусь, это я не Их лечу Это я не их лечу Все понял В принципе тут вообще Нет никакого его Героя, никакой защиты А еще армия-то какая-то есть Ну видите, ничего тут сложного А, сказал я, ничего сложного А она же стреляет Человечество в опасности Нам нужно торопиться Чего надо Ненавижу глупцов Человечество в опасности Так, светок исцеления Светок исцеления Светок исцеления Полезно Особенно в такой карте Где каждый юнит Дорог Мне кажется Чем Сильнее защищен замок Тем лучше будет артефакт Вот этот вообще классный герой У него, считайте И аура есть Им можно ходить на разведку Приманивать вражеских воинов С помощью волков И себя исцелять Плюс боевой клич Который добавляет дамаг И Лидерство Вот еще вот такая способность То есть это Хороший Герой Если вы впервые играете В эту карту Но как видите В карте еще бывают Вылеты Не знаю, конечно Из-за чего Эти вылеты могут быть С чем они связаны Но Он у меня произошел Когда я просто Напал Напал на Противника Ладно Давайте покинем эту территорию И на этом закончим Пожалуй пора Прекрасно Кстати Это тоже Ведь может вызывать Собаку Я совсем забыл То есть Если что Его тоже можно использовать Вместе с героем Так Замок разрушен Одно хп Сити дестроит Так же При прокачке Можно Вот это вот Нажимать И Осадные машины Саперов И корабли Использовать Я так понимаю В следующих версиях Карты Это будет Лучше Сделано Мне кажется Вот эти корабли Нужны Например Для таких вот Городов У которых есть Порт Или например Вот так вот Подплыл И Проатаковал Этот город Это Ранняя версия Карты Поэтому она Еще Слабо Сделана Ну как Слабо Она уже Идеальная Карта В которую Так и хочется Играть В общем Ладно На этом я с вами Прощаюсь С вами был Леар Советую Скачать Эту карту Название Этой карты Вы видели На загрузочном Экране И в названии Ролика Я с вами Прощаюсь Всем до встречи Всем пока